добрый день с вами художественная школа империя пиктеры сегодня покажу вам как нарисовать пасхальные яйца скетч маркерами также вы можете нарисовать другими материалами эти же яички берем простой карандаш и начинаем наш рисунок начинаем рисунок с корзинки в которой будут лежать яички после чего с правой стороны мы рисуем нарцисс сначала нарисовали серединку а потом прорисовываем лепестки нарцисса аккуратненько их все располагаем всего и должно получиться 6 штук после чего мы делаем более фигурную серединку у нарцисса аккуратненько все это обводим и переходим уже на яички наша задача нарисовать яички в корзине начинаем рисовать сначала с крайних яиц сначала слева потом справа далее переходим уже к яичкам которые находятся у нас сзади рисуем их крупно мельчить не надо прям покрупнее для того чтобы максимально передать их яркость и красоту после чего мы нашу корзинку обводим палочками то есть рисуем на ней палочки вот у нас будет два слоя палочек которые будут входить в серединку начинаем сверху и постепенно будем спускаться то есть тут главное нарисовать первые две а дальше от них мы уже двигаемся стараемся делать неровный край потому что корзинка сплетена это больше знаете даже непонятно корзинка это или гнездо то есть как вам больше нравится я воспринимаю это как корзинку а вы можете уже воспринимать как хотите так и добавляем листики листики торчащий из корзинки но и сразу напрашивается вопрос может все таки это гнездо в общем напишите в комментариях что вы думаете гнездо это или корзинка но собственно и все рисунок готов берем черный линер и начинаем обводить все наше изображение аккуратненько не спеша стараясь ничего не пропустить и не забыть а пока я обвожу я хочу рассказать вам о том что в нашей художественной школе есть заочное обучение если вы хотите не просто заниматься любимым делом а при этом получить дополнительное образование в области изобразительного искусства возможно стать дизайнерами архитекторами геймерами смысле гейм дизайнерами да то есть связать свою профессию с творчеством то обязательно вам необходимо получить дополнительное образование пройти первую ступеньку и мы можем вам с этим помочь заходите пробуйте первые семь дней обучения бесплатные а дальше вы уже сами примете решение оставаться с нами или нет наша школа лицензирована министерством образования россии поэтому мы даем свидетельство государства государственного образца после окончания нашей школы вы можете закончить ее как за полгода так и за несколько лет то есть и работать в своем темпе ну что в общем то и все я все убрала вытираем весь простой карандаш и переходим к заливке первое яичко у нас будет зеленое я беру 124 цвет это салатовый цвет и им же прохожу свет на листиках и на яички далее 48 цветом делаю основной цвет зеленый то есть затемняю наши объекты и теперь мне нужно будет тень тень у меня будет 47 47 делаю собственную тень то есть по факту у меня будет 23 цвета на один объект вот допустим яйцо есть светло-зеленый чуть потемнее и самый темный таким образом мы и будем работать с другими яичками и объектами аккуратненько все прохожу вот смотрите как у меня получилось прекрасно 97 цветом это будет светло-коричневым им прохожу все гнездо или всю корзиночку прям полностью заливаем старайтесь не оставлять белые дырочки старайтесь не залазить на соседние предметы это кстати говоря очень непросто 93 цвет этот цвет тени уже тени на прутиках нашей корзиночки по нижней части каждую полосочку я затемняю также чуть-чуть даю тень сверху то есть должно получиться свет и тень на каждой нашей полосочки на каждой нашей деревяшки на каждом нашем прутики для того чтобы у нас получился объем потому что объем без света и тени не бывает аккуратненько проходим хорошо дальше 37 цвет это ярко-желтый этим цветом или светло-желтый да скажем так заливаем полностью нарцисс также заливаем яичко которое находится вдалеке далее 35 цветом делаем более темный тон на нашем нарциссе это называется теневой полутон то есть это еще не собственная тень но уже не свет то есть что-то между а вот тридцать вторым цветом мы уже делаем тень собственную тень это та тень которая у нас находится на предмете она и называется собственная тень также добавляем самые темные места на нарцисси прекрасно следующая яичко оранжевая берем 24 цвет светло-оранжевый далее 23 цвет уже более темно-оранжевый и оставшуюся часть заливаем нашего яйца посмотрите грубый переход получился берем предыдущий цвет и размываем краешек чтобы сделать плавный переход далее 179 цвет голубой голубым цветом делаем два яичка сначала свет потом 68 делаем тень все как всегда сделали собственную тень на одном яичке на втором яичке потом взяли предыдущий цвет 179 и размыли сделали плавненький переход насколько это возможно конечно же прекрасно также залили кончик там снизу далее 77 фиолетовый цвет это светло-фиолетовый далее 82 это темно-фиолетовый то же самое делаем и с нашим фиолетовым яичком заливаем делаем плавный переход предыдущем 77 цветом замечательно ну и серенькие цвета у нас для падающей тени от предметов прям берем от корзиночки и заливаем падающую тень также добавляю падающую тень от листиков от нарциссиков от яичек от корзиночки прям на яичках эту падающую тень я добавляю вот таким образом на лепесточках нарцисса тоже добавляю падающий дальше fg6 но это уже темный такой цвет и делаем дополнительные самые глубокие самые темные тени под нарциссом в нашем гнезде в нашей корзинке под листиками в общем под падающей тенью то есть прям под самим объектом затемняем и вот этот контраст посмотрите сразу дает нам дополнительный объем то есть мне очень нравится когда у нас вот есть такие яркие контрасты еще раз взяла sg3 немножко прошла коем я затемнила нарисовала близкие места к зрителю на наших яичках этим шетоном затемнила внутренние тени уже шестерочкой прям потемнее там где-то в глубине также в нарциссики немножко добавила вот так мне уже намного больше нравится ну что после чего мы берем черный линер и начинаем обводить наш рисунок также добавляем сразу полосочки на веточки наши корзинки добавляем полоски на цветок налить на лепестки нарцисса все аккуратненько обводим вообще водочка финальная это очень важно многие и не делают но я считаю что когда мы все корректируем когда мы выравниваем посмотрите сейчас на мои яички да какие они но все равно контуры какие-то где-то погрызаны где-то не совсем опрятные вот как раз таки для этого нам и необходимо обводка мы все выравниваем если где-то что-то вышли за какой-то край то все подравниваем и улучшаем также за счет обводки мы можем работать с пространственностью делать акцент на том что к нам ближе и сглаживать то что далеко после обводки мы берем белую ручку и начинаем оформлять орнамент на яйце на яйцах сначала я делаю обводку не водочку а именно узорчик на зеленом яичке кстати узорчик вы можете сделать любой стараемся так чтобы они хотя бы были у нас знаете в стиль каждое яйцо вот допустим здесь у меня полоски волнообразная линия и точки где-то также добавляю полосочки на деревянные части нашей корзинки синяя яичко тут я делаю уже вертикальные полосочки с точками тут можете включить свою фантазию воображение и оформить яички так как вам больше хочется белой ручкой все это проходим и оформляем оранжевое яйцо у меня с кружочками одни большие другие поменьше какие-то более согнутые особенно те которые подходят краю и уходят перспективу следующее голубое яйцо у меня будет похоже на желтое зигзагообразные линии а здесь я сделаю цветочки ну точнее не цветочки а листочки в разные стороны делаем листочки где-то они торчат где-то они более коротенькие в общем все яичко проходим этими листочками посмотрите меня вот ручка высветляется после того как я нанесу и как сразу ярко становится все добавляю точки на это яичко также добавляем небольшие белые части белые точки по всему по всей работе в общем без белой ручки никуда если белой ручки у вас нет воспользуйтесь белой краской акварель белая есть есть белая гуашь можно акрилом а кто-то даже у нас креативит и пользуется замазкой ну что собственно и все мы закончили подписываем нашу работу и готова вот такой пасхальный скетч у нас сегодня с вами получился рисуйте присылайте мне в инстаграм будем смотреть и делиться вашими работами с другими нашими подписчиками на я прощаюсь с вами всем пока не забудьте поставить лайк и подписаться на канал